Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомит корреспондент нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Что, где, почем. Депутаты городского собрания-представители проводят мониторинг цен в магазинах Заречного. Да, что-то растет, но на что-то, например, как гречка, макароны, яйца, масло, молоко, цены все три недели держатся одинаково. Спасибо коммунальщикам. День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ городской комбинат благоустройства и лесного хозяйства встретил с обновками. Особенно приятно, что прямо накануне этого праздника комбинат получил новую технику. Зайчья школа. Международный день кукольника. Зареченский тюз отметил премьерой. Очень интересно. И о разных умных вещах рассказывал. Здорово. Песенки понравились? Да. И теперь об этих и других новостях подробнее. Депутаты городского собрания представителей провели очередной рейд по мониторингу цен в магазинах Заречного. Следить за динамикой стоимости товаров они стали в начале марта. Своими выводами о ситуации с ценами они поделились с нашим корреспондентом. Крупы, овощи, макароны, яйца, молоко, хлеб – продукты первой необходимости, которые нужны в каждом доме. Именно поэтому важно, чтобы цены на эти группы товаров оставались на приемлемом уровне. По инициативе главы Заречного Олега Климанова, депутаты городского собрания представителей занялись мониторингом полок в продуктовых магазинах. В течение двух недель 15 народных избранников ежедневно проверяют цены в закрепленных за ними торговых точках. Мониторим вот так вот цены. Я могу сказать, в какой день какая цена была, на какой вид продукции. А какие группы товаров конкретно? Вот смотрите, здесь и мука, гречка, макароны, масло, и молоко, и рыба ментай, курица, хлеб, батон. Все практически морковь, свекла, капуста белокочанная, все овощи. И я наблюдаю, что на некоторые вещи цены падают даже. Даже падают, несмотря ни на что. Вот, например, яйцо сегодня. Вчера оно было 80 рублей 90 копеек, а сегодня 75-90. Составлять сводные ведомости цен депутаты начали 4 марта. Ежедневный мониторинг позволяет отслеживать колебания стоимости продуктов. По магазину «Глобус» я не заметил такого, как сказать, большого роста цен. Да, что-то растет, но на что-то, например, как гречка, макароны, яйца, масло, молоко, цены все три недели держатся одинаково. Что было раньше, я сказать не могу, но вот с 4 числа они постоянно. Да, есть небольшой прирост цен на сахар, но он тоже не такой стремительный, как показывают, возможно, по телевизору. И в интернете мы все читаем. Сахар этой весной неожиданно вырвался в топ самых востребованных у населения продуктов. Цены на него в разных магазинах могут значительно отличаться. Сахар сейчас повысился до 74 рублей. Ну, вероятно, объективно, сахар повысился 69 на 5 рублей килограмм. Ежедневно в обед где-то «Глобус» выставляет сахар, просто весовой, и по цене 53 рубля. Да, конечно, это вызывает ажиотаж, но есть возможность купить 5 килограмм сахара, потому что больше не дают в одни руки, по 53 рубля. Составленные ценовые ведомости депутаты передают в администрацию города. Мониторинг цен позволяет контролировать ситуацию и при необходимости принимать меры. В случае, если действительно большой скачок, большой рост, то встречаются с руководителями торговых сетей и уже обговаривают, почему произошел этот рост, по какой причине, ну и уже пытаются разобраться. Депутаты городского собрания представителей продолжат ежедневный мониторинг цен в магазинах «Заречного». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Каждый год в 3 воскресенье марта в России свой профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в 4 воскресенье июля, как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В 80-х годах прошлого века он был перенесен на 3 воскресенье марта, а в 2013 году от профессионального праздника коммунальщиков был отделен День работников торговли. В канун Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравления и подарки принимали сотрудники предприятия, которые плотно ассоциируются у зареченцев с понятиями коммунальной службы, благоустроенной, зеленой, чистой, комфортной. Свой профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – сотрудники комбината благоустройства уже много лет встречают за месяц до дня рождения своего предприятия. В 2022 КБУ исполнится 57 лет. 23 апреля работники комбината отпразднуют свой общий день рождения. А пока они принимают поздравления по другому поводу. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, с нашим профессиональным праздником, потому что сам пол жизни отдал приличному коммунальному хозяйству. И хочу вам выразить огромные слова благодарности, что вы своим трудом содержите наш город в порядке. Былаю вам всем, самое главное, крепкого здоровья, удачи во всех ваших делах, всего хорошего вам и вашим близким. Будьте здоровы. Почетные грамоты, благодарности от региональных и местных властей – все как водится. Приятно, что труд ценят, а получить подарки, которые должны значительно облегчить этот труд, приятно вдвойне. Накануне этого праздника комбинат получил новую технику, частично по гранту губернатора Пенинской области Олег Владимирович Мельниченко за то, что город всегда занимает призовые места в областных конкурсах по благоустройству. Муниципалитет добавил свои средства и комбинат за счет своих средств также совместно купили новый комбинированный автомобиль, который точно такой же примерно покупали в прошлом году. Этого, конечно, мало, но я надеюсь, что со временем нам удастся обновить весь парк для комбината, и они смогут еще с большим качеством содержать наш город в чистоте и порядке. Это машина дорожная и комбинированная, которая нам, собственно говоря, очень нужна. У нас, к счастью, такая уже одна есть, но одна для города, понимаете, мало. Сразу хочу сказать, что она нам поможет сделать. Во-первых, время утреннее, особенно вот когда уборки и посыпки снега в зимний период, эти машины нам позволят убирать город практически, практически в два раза быстрее. Погрузчик, который вот этот мы тоже приобрели при помощи губернатора, при помощи гранта губернатора, при помощи, конечно, без администрации тут мы сами-то ничего не сможем купить. То есть это позволит нам убирать более тщательно узкие места, то есть тротуары широкие и все прочее. Вся эта техника, ну, бесспорно просто, да я даже не знаю, как, с чем сравнить, ну, то есть это новое качество уборки. Дай бог, что это вот получилось. Прям очень большое всем спасибо. То есть, я не знаю, я в восторге. Николай Едунов, которому доверено работать на новой машине, уже оценил технику по достоинству. Современный КамАЗ, говорит водитель, разительно отличается от старенького грузовика, уже не существующего завода имени Лихачева. На Зиле Николай крутил баранку много лет. Есть с чем сравнивать. Машина новая, хорошая, конечно, большая. Но по комфорту, конечно, лучше намного. Рядышком с КамАЗом довольно урчит новенький импортный погрузчик. Эдакий аналог Беларуся. Машина тоже многофункциональная и намного превосходит по своим параметрам привычный синенький трактор. Машина хорошая, работать можно на ней, с удовольствием работаю. Мне нравится. Здесь и удобно, и мощности больше в этой технике, чем в Беларуси. Комфорт хорошо. Все как для человека сделано. Ответственные и трудолюбивые работники плюс современная техника. Что еще нужно для того, чтобы Заречный и впредь оставался самым благоустроенным и комфортным городом в области. Ну, разве что пожелания здоровья и благополучия коммунальщикам в их профессиональный праздник от всех зареченцев. В том числе и от Станислава Корякина, Вячеслава Юртаева и всей телеразиокомпании «Заречный». И об эпидемиологической ситуации. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизился на 35%. Сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Согласно сообщению, заболеваемость выросла в четырех субъектах страны, в том числе в трех больше, чем в среднем по стране. За минувшие трое суток в России выявлено 92 702 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших за все время пандемии превысило 17 600 000. Выздоровели более 16 200 000 пациентов. Почти 365 000 человек спасти не удалось. За последние три дня скончались 1338 пациентов с коронавирусом. В Пензенской области общее количество подтвержденных фактов инфицирования COVID-19 приблизилось к 175 500. За минувшие трое суток выявлено 1735 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за все время более 149 500 жителей региона. Число жертв заболеваний превысило 5 500. За последние три дня скончались 28 пациентов. Вместе с тем коллективный иммунитет в России снизился до 51,7%. На прошлой неделе этот показатель превышал 53%. Следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление иммунолога Николая Крючкова сообщало, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции должен достигать 85%, чтобы можно было говорить о победе над заболеванием. Между тем, этот показатель в стране постепенно снижается. Месяц назад он превышал 60%. Снижение уровня коллективного иммунитета может привести к новым вирусным цунами. Для того, чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли, заявил Крючков в интервью радио «Спутник». По его мнению, россияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной инфекцией. Напомню, что антиковидную прививку зареченцы могут сделать бесплатно в городской поликлинике, санатории «Заречья» и клинике «Губернский доктор». На прошлой неделе появилась возможность вакцинировать и подростков. В детскую поликлинику поступила первая партия вакцины «Спутник М» в количестве 150 доз. И о новостях культуры, которых в минувшие выходные было немало. Международный день кукольника «Зареченский тюз» отметил премьерой. Праздник 21 марта широко отмечается во многих странах мира не только самими профессионалами, но и поклонниками такого рода искусства. По традиции, к этому дню работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные кукольные спектакли. Так было и в «Зареченом». «Тюз» представил свою новую постановку «Заячья школа», все роли в которой сыграли куклы. Зареченские ребятишки прошли обучение в «Заячьей школе» вместе с героями нового спектакля театра юного зрителя. Малыши разгадывали головоломки, изучали арифметику, чистописание, побывали на музыкальном занятии и даже на уроке обещания. «Ты написала замечательные обещания. Это полезно знать не только зайчатам, но даже ребятам». Спектакль в жанре «Люди и куклы» стал первой премьерой 2022 года. Постановка приурочена сразу к двум профессиональным праздникам – Всемирному дню театра для детей и молодежи и Международному дню кукольника. Постановка Валерия Столицына по пьесе болгарского драматурга Пенчу Манчева смогла привлечь внимание маленьких зрителей с первой минуты спектакля. «Несмотря на то, что девочка все-таки маленькая, все 40 минут насмотрели на одном дыхании. Ладошки хлопали, да. Спасибо большое. Замечательно». «Он был красивый, милый и умный». «Мне спектакль очень понравился, особенно песня». «Очень интересно и о разных умных вещах рассказывала. Здорово». «Песенки понравились?» «Да». «Дальнейших творческих успехов и дальнейших постановок таких же веселых, радостных и энергичных. Спасибо большое». Спектакль «Зайчья школа» смог раскрыть зареченским малышам секреты верной дружбы, взаимопомощи и любви к учению. Театр юного зрителя и ушастая семейка зайцев всегда готовы поделиться жизненными советами со зрителем. Диана Котлерова, телерадио «Компания Заречный». 21 марта – знаковая дата в международном культурном сообществе. Кроме Дня кукольника, в этот день отмечается также Всемирный день поэзии. О влиянии этого вида словесного искусства на культуру, общественную жизнь и даже политическое устройство говорить излишне. Достаточно вспомнить поэтов-декабристов, революционных поэтов и поэтов времен Великой Отечественной войны шестидесятников. Неудивительно, что именно в нашей стране поэтическое слово стало столь весомым и почитаемым. Зареченские стихотворцы встретили свой праздник вместе с читателями на поэтическом вечере в Центральной городской библиотеке. Не многие становятся поэтами, но многие хотя бы раз писали стихи. В Центральной городской библиотеке снова праздник. Во Всемирный день поэзии здесь по традиции собрались поклонники стихотворных строк. Слушатели переполняют эмоции, и это здорово. Поэзия всегда присутствует в нашей жизни, она поднимает нас над обыденностью, будет у нас лучшее чувство. Главным гостем праздника стала Екатерина Арзютова, участница литературного объединения «Радуга» и молодежной творческой площадки «Зату Арбат». Ее солнечные стихи стали ярким открытием для всех пришедших на праздник. Небо покажу такие дали, что другие боги не видали. Прямо перед ними на лету реки себе в косы заплету. Успокою, чтобы не пугались, мне недолго властвовать осталось. Истина банальна и проста. Есть края у каждого листа. В 23-й Всемирный день поэзии на сцену выходили не только опытные поэты, но и новички. Свои строки прочитали Мария Авнатонян, Екатерина Данилина и Анастасия Тренькина, участники творческой молодежной площадки «Зату Арбат». «Молить о пощаде, но не унижаться, в теперешнем мире быть доброй, стараться, не злиться, а кинуть улыбку врагу, бороться, мечтать, будь уверен, смогу». Я очень горжусь тем, что среди выступающих сегодня на сцене детей было очень много моих учеников. Начинают они писать в школе, продолжают стать сам Владимировной. Молодежи очень много пишущей. Пишут в разных жанрах – стихи, прозу, эссе. Совпавший с началом школьных каникул праздник поэзии собрал самых активных и творческих ребят. Для них провели экскурсию по литературным залам Центральной городской библиотеки. «Я думаю, что после этого дня у нас пополнится количество тех детей, которые сюда захотят приходить. Праздник, который получился, по ощущениям домашний, семейный, теплый, хороший, за что огромное спасибо его организаторам». «Очень интересно. Мне кажется, такие мероприятия нужно проводить, повышать интерес к поэзии, к литературному творчеству». Узнать секреты поэзии могут все. Главное – искренне этого захотеть. Двери в мир творчества открыты для каждого. О поэтах и поэзии мы сегодня поговорим с руководителем литературно-поэтического объединения «Радуга», отмечающим в этом году 60-летний юбилей Михаилом Кирилловым. Смотрите нашу постоянную рубрику «Актуальное интервью» сразу после короткой рекламы. Японская спецтехника «КамАЦУ» от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12. Города бывают разные. Есть города, красивые летом. Есть те, что раскрываются весной. А где-то вас ждут зимние и осенние города. Заречным можно любоваться всегда. Приобретайте видеозарисовки о городе в телерадиокомпании «Заречный» по адресу улица Ленина, 18 Б. Справки по телефону 60 13 19. Подарите «Заречный» родным и близким. Японская спецтехника «КамАЦУ» от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12. Как «Росатом» чистит страну от ядерного наследия СССР? Заложен плавучий док для атомных ледоколов проекта 22220. Стартовал прием заявок на детский творческий проект «НУКИДС». Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель творческого объединения «Радуга» Михаил Кириллов. Добрый вечер. Добрый день. Михаил Иванович, «Радуги» творческому объединению, которое выбрало в себя лучших представителей творческой интеллигенции, скажем так, поэты, прозаики, писатели, литераторы, мастера слова, исполняется 60 лет. Вот это практически столько же, сколько нашему городу. Почему «Радуга» образовалась 60 лет назад? Вот вроде бы город молодой, и тут вдруг практически сразу с образованием города и объединение поэтов, литераторов. Как известно, наш город родился в 1958 году, и ему было в 1962 году всего-то 4 года. Город был, а поэзии, будем говорить, как таковой, в городе официально не было. Я имею в виду литературное объединение. И вот одному из сотрудников ППЗ, Николаю Андреевичу Куленко, в голову пришла замечательная мысль. Я поэт. Он к тому времени, по-моему, уже учился в литературном институте имени Горького. Вывод. А может быть, в нашем подрастающем городе, которому 4 года есть еще поэт. И он стал искать, усиленно искать единомышленников, коллег по Перу. И нашел. Первым из них был Виктор Кель, с которым он встретился и сказал, Виктор Викторович, вы, я слышал, пишете стихи, да. Не образовать ли нам ячейку поэтическую? А тот говорит, я даже очень приветствую такое творческое начинание. Могу сообщить, Николай Андреевич, что есть еще один поэт на базе оборудования по фамилии Милавин, Борис. Пишет замечательные стихи. Ух, тут получается нас трое. Вот с этой тройки все началось. Потом к тройке приснился Виктор Семенович Гошкин. Был замечательный любитель поэзии. Почему любитель? Он сам стихи не писал. Но самозабвенно любил поэзию. Очень любил. И на первых порах становления, он как раз его коллектив, этот небольшой, избрал руководителем. Так что вот эти люди начинали, я повторяю слово, оно может быть не совсем уместно, с легкой руки хорошее дело началось и на 60 лет продолжилось. Михаил Иванович, вот смотрите, ну понятно, конец 50-х, начало 60-х годов, знаменитые 60-ники, знаменитое противостояние физиков и лириков, вот эти 60-ники, это действительно расцвет поэзии. Здесь у нас в Советском Союзе был. Вот почему тогда это не прервалось? Вроде бы уже к поэзии так, ну тем более в современной России, отношения, ну несколько поменялось за эти годы. Однако радуга живет и процветает. И там уже далеко не 4 человека. И уже не одно поколение прошло через радугу. Да, действительно, вопрос интересный. В том смысле, что 60 лет – это довольно значительный временной период. И если человек в 60 лет – это поживший человек, уже пожилой даже человек, а для литературного мнения как такового творчества – это юноша, допустим, может быть, подросток. Поэтому, конечно, мне кажется, это связано с тем, что в нашем городе очень много приехало служить не только технической службе и создавать ядерный щит, который был жизненнеобходим в то время, но приехали еще и интеллектуалы, интеллигентные люди вместе с тем. То есть помимо техники как таковой, они еще любили поэзию. Я считаю, в первую очередь нужно, мне кажется, объяснить этим, что среди техников, технологов, инженеров было много любителей поэзии. Так называемой технической интеллигенции. Технической интеллигенции, совершенно верно. Мне так кажется. Но почему до сих пор жива традиция? Почему до сих пор в «Радуге» приходят люди, пишут стихи, пишут прозу, занимаются изучением и литературы, и любовью к слову делятся друг с другом? Почему до сих пор это существует? Я думаю, это заслуга, в первую очередь, тех, кто вел эти семинары. Допустим, первые десятки лет Николай Андреевич Куленко. Он не просто сидел и ждал, когда придут люди творчески одаренные. Он их искал. Однажды нашел меня в 1975 году. Прочитав в газете «Молодой Ленин», «Собластное мое стихотворение декабрист», как сейчас помню, нашел меня, узнал, что я работаю в школе, позвонил. «Я вас приглашаю в «Радугу». И так было со всеми, кого он пригласил. Мы все старшие поколения благодарны, в первую очередь, ему». Ну, а молодежь? Там же много молодежи сегодня. А молодежь, опять-таки, «Радуга» – это маленькая школа. Или, скажем, «Надежда». Ребенок, который имел какие-то способности, он знал, куда идти. В силу того, что город небольшой, у нас было радио, «Ленин» всегда, как вы помните. Поэтому все прекрасно знают, что в ДК есть литературное объединение «Радуга». Вот. И поэтому отцы как бы передали вот эту эстафетную творческую палочку детям, дети – внукам. Видимо, так. Потому что сейчас копнись, из 40 человек, которые у нас в списке литературное объединение, наверняка найдутся такие династии. Династии. Да, когда кто-то из старших писал, а младшие пришли. Михаил Иванович, вопрос у меня такой. Поэт в России больше, чем поэт? Сегодня? Да. Почему? Безусловно. Я другой такой стороны не знаю, как в песне пелось, где бы было столько поэтов. Ну, наверное, все-таки, вот возьмем мы искусство, живопись, ну, любое творчество, которое называется одним словом «красота». Вот. Любовь к этой красоте, она свойственна россиянам больше, чем в других странах. Даже в Штатах, казалось бы, по площади огромная страна, вот, там поэзия далеко не на первом плане. У них есть звание поэт-лауреат, вот, оно присваивается там раз в год, и все. А у нас международные конкурсы, внутренние конкурсы, всероссийские. Я уж не говорю о конкурсах, которые в регионах проходят, в нашем, допустим, Росатоме. Нет такого года, чтобы не было этих творческих соревнований. Даже в школах. Ребята участвуют в наших школах. Правда, активность, хотелось бы пожелать побольше. Но это в ваших руках все. Да, да. Стараемся изо всех сил. Трудно идет. Даже они участвуют в конкурсе, который назван конкурс поэтический имени Бориса Милавина. К сожалению, к великому. Он один из первых умер, из основателей «Радуги». У «Радуги» есть будущее? У «Радуги» есть будущее. Есть будущее. Но пока проблемой остается обмоложение коллектива. Очень хочется, чтобы побольше ребят одаренных, они у нас есть, творчески одаренных, способных, не ждали, когда их будут призывать. Как вас в свое время. Да, да, да. Именно так. А приходили сами? Приходили сами. Куда и когда? Каждый четверг ДК «Современник» в 18.00 и в фойе нет проблем насчет встречи. А дальше начнется постижение большой поэзии. Михаил Иванович, очень приятно с вами беседовать. К сожалению, время у нас очень ограничено. Мы с вами встречаемся в Международный день поэзии. То есть у вас второй профессиональный праздник. Если назвать основной профессией профессия педагога, ну, тут до сентября как-то, до октября, не в ту, не в эту сторону, да, далековато до вашего основного профессионального праздника, это фактически ваш второй профессиональный праздник. Ваш и ваших коллег. Безусловно. И 60 лет радуги. То есть два таких больших события. Как не поздравить? Поздравляем вас от всей души и думаю, что вам есть что сказать своим коллегам. Да, без сомнения. Ну, коллеги, поскольку они уже одержимы поэзией, я им желаю естественного в наше трудное время здоровья и вдохновения. А вот тем юным, подростковым возрасте поэтам очень прошу об одном, очень прошу об одном, как руководитель литературного обменения, не ждите, когда вас пригласят в нашу радугу. Приходите, не стесняйтесь, приносите свои первые опыты, может уже не первые опыты, а школу и ваше имя поэтическое мы обеспечим. Великолепно. В общем, не нужно ждать, чтобы старик Державин нас заметил. Нужно самим все-таки пробиваться. Спасибо за участие в нашей программе, всего вам самого доброго, как вы сказали, здоровья, ну и естественно, творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего самого доброго. До встречи на канале Заречный и любите искусство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова